Для любого числа, рассмотрим такую функцию. К сожалению, у нее нет совсем общепринятого названия. Давайте я ее сейчас буду вот так обозначать. Это расстояние до ближайшего целого. Расстояние до ближайшего целого числа. Другими словами, дробная часть х, если дробная часть х расположена между 0 и 1, и это единица минус дробная часть х, если дробная часть х расположена между 1, 2 и 1. Расстояние на ближайшее целое число. График этой функции, вы прекрасно понимаете, как выглядит. Она равна 0 во всех целых точках. И здесь она под 45 градусов растет и падает, растет, падает, растет. Вот такая вот. Здесь уровень один и тот же, уровень на втором. Функция периодическая с периодом 1, все замечательно. А теперь ставим вопросом. Найти сумму, взятую по всем целым числам k. 2 в степени k умножить на x разделить на 2 в степени k. Взять расстояние на ближайшее целое квадрат в степени. Ответ у нее потрясающе красивый. Эта сумма иногда бесконечная в одну сторону. Иногда она вообще просто равна нулю. А иногда она бесконечная, чтобы взять в другую сторону. Например, если в качестве числа x взять одну треть, ну или вообще в качестве числа x взять тропь, в которой не черный знаменатель. То расстояние до ближайшего целого числа никогда не будет нулю. Давайте так. Если вы хотя бы для какого-нибудь числа посчитаете, это будет уже хорошо. Если x равно 1 c, то какие у нас бывают слагаемые? Одна вторая, одна четвертая, одна восьмая, одна шестнадцатая. Это расстояние. Так вообще-то у нас будет просто такая сумма. Какой будет ответ? Ну и еще плюс один. Один. Почему плюс один? Прик равный нулю, это целое число. Оно на нулевом состоянии. Давайте вот это обозначим f от x. Мы с вами уже нашли следующее значение. f от нуля это ноль, f от единицы это единица. Очень хорошо. Думая, есть какие-то простые свойства этой функции или нет. Ну, смотрите, функция расстояния приближающего целого числа черная. Поэтому f от x равняется f от минус x. Просто если вы везде x замените на минус x, у вас вот эти функции не изменятся. Другое свойство. Давайте посмотрим, что происходит при замене x на 2x. Кстати, а вообще почему это происходит? То есть я так смело написал, конечно, что это f от x. А может быть, эта величина вообще не существует. Существует. Да, существует. Давайте я объясню почему. Господа, смотрите. Расстояние до целого числа, оно безусловно не превосходит муну x разделить с нас по всему. Потому что вот эта функция, она обладает таким способом, что для любого числа расстояние не больше, чем у них. Поэтому, если вы посмотрите на вот эту вот часть, то можно оценить следующий образ. То есть 2 умножить на модуль x в квадрате делить на 4 плюс 4 умножить на модуль x в квадрате делить на 16 плюс и так далее и так далее. А что это такое на самом деле? Это квадрат модуля x умножить на сумму чисел 1, 2, 1, 4, 1, 8 и так далее. Это единица, поэтому вот эту квадрат сходить на вторую часть. Почему сходится лево? Еще понятно. Потому что каждый вот этих слагаем не больше, чем соответственно 1, 2, 4, 8 и так далее тоже. Ряд абсолютно сходится. Отлично сходится. А при всем x, тем отлично сходится. А теперь внимание. Когда вы пойдете налево, то маленькие числа превратятся в большие. Это на самом деле вправо. На самом деле действительно нужно мысльно сначала рассмотреть числа от нуля до единицы. Но давайте мы посмотрим не просто на числа от нуля до единицы, а посмотрим на два значения. на f от x и на f от x плюс 1. Объясняю. Представьте себе, что у вас x пробегает значение от нуля до единицы. Тогда число из плюс 1, естественно пробегает значение от единицы. И вы можете написать вот такой же вот ряд для числа x плюс 1. Смотрите, какая будет история. Расстояние ближайшего целого здесь будет такой же. И все, что пойдет влево, будет безусловно абсолютно так же. То есть вот эта вот левая часть будет такая же. Одна восьмая. И расстояние ближайшего целого. Все будет. Я только восьминкс. Так что надо от восьминкс. Стояние ближайшего целого будет все то же самое. Все замечательно. Все хорошо. То есть если мы x заменили за x плюс 1, то это никак не изменилось. Здесь же предойдет x плюс 1, вторая. Стоп. А вот это интересно. Мы же ее записали. Если число x от нуля до единицы, то у нас есть явная формула для этой причины. Потому что она чуть-чуть больше, чем 1, вторая, но при этом меньше единицы. Значит, я здесь убираю и пишу 1 минус x в пол. Уже без всякой функции я просто в квадрате. Обычно я не в квадрате. Отлично. Плюс 4. Я вместо x подставил на x плюс 1. Поэтому будет просто x плюс 1 разделить на 4 в квадрате. 8. x плюс 1 разделить на 8 в квадрате. Итак, ребята, это же отлично. Я сейчас написал значение f от x плюс 1. Я под этим упражнением могу теперь написать f от x. Мы все будем поимы. Здесь будет ровно то же самое. То есть, вот, один к одному то же самое. А здесь будет, если x от нуля до единицы, здесь будет 2. x пополам в квадрате. x разделить на 4 в квадрате. x разделить на 8 в квадрате и так далее. Очень хорошо. И теперь мы должны сделать очень простую вещь. Вычесть из f от x плюс 1 f от x. Смотрите, что произойдет. Левая часть вся исчезнет. Здесь квадраты все исчезнут. А что останется? Ну, во-первых, когда вы застроите скобки, у вас останется здесь 1 четвертая умножить 1 второн. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 и так далее. Это понятно, что такое. Это фактически единица. Отстояние до ближайшего целого, в данном случае, от 1 до единицы. От числа x плюс 1 пополам до единицы в стоянии. Это вот такое. Понятно почему? А 1 отнимает x плюс 1 пополам. Вот это. Квадраты все уже исчезнут. Да, маска 1 четвертая, 3 минус 2. Ну да, вот я написал. Вот это 1 четвертая, 1 четвертая, 1 четвертая, 1 восьмая, и все вместе будут в минус. Теперь яйца. Минус, все отлично. Теперь здесь 1 четвертая, может быть 4, квадрат, это будет 1 четвертая, да надо так, будет плюс x пополам. Отсюда прибежите. 1 четвертая, ребята, будет вот такая сумма. Все, и это будет. А это осталось единицы. Значит, я доказал очень важное свойство. Давайте я его запишу, просто отдельно определение. Если x располагается между нулёй и единицей, то f от x плюс 1 – это f от x в сумме 1. Ну, доказательство, конечно, немножко длинное вычисление, но, мама, нет. Отлично. Вот теперь нужно доказать, что так будет не только для единицы, а для любого натурального числа. Натурального числа. То есть f от x плюс 2 – это f от x плюс 2, это f от x плюс n, где n – любое натуральное число, это f от x плюс число n. То есть какая-то индукция должна быть. Представляете, про двойку, про двойку это я могу. Потому что у меня есть вот это вот свойство для того, чтобы в два раза сокращать. Понятно, да? То есть идея такая. Если я беру x по-прежнему, когда единица f от x плюс 2, то это f от 2 умножить на x пополам плюс 1. А это 2 умножить на f от x пополам плюс 1. А это 2 умножить на f от x пополам и плюс 2. Ну, а это, естественно, f от x пополам плюс 2. Все. С двойки справимся. Теперь f с плюс 1 пополам плюс 1 умножить на 2. Это и есть 2 умножить на f. То есть, а вот получается от x плюс 1 пополам плюс 1. Здесь x плюс 1 лежит на отрезке от нуля до 2. От 1 до 2 пополам делю. Получается от нуля до 1. А возраст может выполняться 2f от x плюс 1 пополам плюс, а единицу в руке f от x плюс 3. Так, ребята, надо теперь понять, как это делать для любого внутреннего числа. Если мне нужно от 2 умножить на x пополам плюс 2, это и есть 2f от x пополам плюс 2. Так, получается. Сейчас, подождите. А может это доказательство, что есть нюансы? А я каждый раз слежу, что вот эта штука попадает в нюансы. Если x равно клятые единицы, то вот это что, оно клятые единицы. Поэтому закон применять можно. Так, единственное, я отношусь до 4. Мне нужно это суметь сформулировать в общем виде. А, я понял. Смотрите. Представьте себе, что я это замечательный закон доказал для всех чисел от единицы до 2 в степени к минус 1. Здесь некоторое число. Правильно. Когда число n набегает значение меньше чем 2 в степени к, и x пробегает значение от 0 до 1, мы уже знаем, что f от x плюс 1, не почему, это плюс n, это f от x плюс n. Вот. Тогда. Когда вы берете любое число n, которое больше и равно чем 2 в степени к, и меньше чем 2 в степени к плюс 1, смотрите, что мы, естественно, пишем. Мы пишем, что f от x плюс n это f от x плюс 2 в степени к, плюс m минус 2 в степени к. делить на 2 в степени к делить на 2 в степени к, и на 2 в степени к. вот смотрите, я и кинюзу вытащил, и 2 в степени к. у нас есть возможность 2 в степени к вынести за знак функции f, а под знаком функции f у нас вот эта штука, минус 2 в степени к разделить на 2 в степени к. Заметьте, пожалуйста, вот это выражение, оно как раз, вот целиком вот это выражение, меньше единицы, потому что числитель у нас меньше, чем 2 в степени к. потому что m меньше, чем 2 в степени к плюс 1 в степени к. вот это меньше единицы, а у нас тут прибавлялась единица, поэтому можно применять наш закон. вот. а теперь 2 в степени к можно внести назад, получим f от x плюс m минус 2 в степени к. И сказать, что вот это число, уже по индукции мы знаем, что все хорошо для него, и поэтому это будет f от x плюс m минус 2 в степени к, плюс 2 в степени к, то есть f от x плюс 1. Ура! Я не ошибаюсь. Все получилось при индукции. Мы с вами доказали замечательную вещь. Функция f удовлетворяет вот это опыт свойства для любого натурального числа n и для любого x от 0 до единицы. На самом деле, большая часть решения задачи не сделана. То есть почти все сделано. Я вот вам уже объяснил, что она выдерживает то равенство f от 0, 2х это 2 умножить на f от x. Я объяснил, что она замечательно ведет себя при увеличении x на единицу, и вообще на любое натуральное число n, если x при этом больше или меньше 1. Все отлично. Благодаря тому, что f от 2х это 2 умножить на f от x, на самом деле f от любого числа вида натурального числа, это вот это самое число. Ну и доказательные прерывные функции. А доказательные прерывные функции здесь очень легко, потому что вот этот вот ряд абсолютно сходится, и если x на каком-то отрезе, то он равномерно сходится. Ну, соответственно, можно отбросить хвосты, но давайте так, я не хочу сейчас ссылаться на вот эту тюрьму из анализа по непрежимым функциям, а я объясню совсем просто. Господа, давайте возьмем какой-нибудь число x на отрезке от вряды единицы, причем это на нижней очереди. Вот на отрывале от вряды единицы лежит число x. Мы можем умножить это число на очень большую степень лимфорки и записать результат в таком виде целая часть плюс трубные части. Теперь соображаем, вот это число у нас как раз от вряды единицы, а вот это число вообще-то целая метра цепени. Поэтому, если мы применяем функцию m к обеим частям, то получается следующая штука. Здесь будет у нас ценная часть, а здесь та самая функция от вот этой вот новой части. Теперь смотрите, теперь смотрите, как это будет написать. я уберу здесь знак целой части, ну и, соответственно, напишу еще минус правильной части. И теперь обе части поделим на два степени. Правда, здесь будет просто этот минус. Здесь будет x, здесь f от другой части, деленная на два степени n, и здесь, собственно, самая главная часть, деленная на два степени. Смотрите, при стремлении n бесконечности, при стремлении n бесконечности. Что происходит? Что происходит? Вот n, разумеется, стремится к нулю, потому что числитель от нуля до единицы, а стремлении стремлений к бесконечности. Нам теперь нужно всего лишь понять, почему вот n причина, при стремлении n к бесконечности, для этого достаточно оценить числитель. Обратите внимание, вот это число от нуля до единицы. Давайте посмотрим на вот этот вот бесконечный ряд и поймем, что называется, почему все так хорошо. Если у меня есть число от нуля до единицы, то вот это оценивается просто-напросто как 1 вторая в квадрате, потому что никогда не бывает в состоянии в учетах. Это оценивается как 2 умножить на 1 четверть в квадрате, здесь 1 восьмая в квадрате и так далее. Отлички. Я вспоминаю, что это такое, это 1 вторая, 1 четверть, 1 восьмая и так далее, то есть это единица. И получается, что вот вся вот эта правая часть оценивается как число от 5 четвертых. 1 четвертая плюс 5. Отличный. Теперь давайте оцениваем это. Ну, очень легко. Здесь все вот эти вот штуки не больше единицы, поэтому это не больше, чем 1 вторая, 1 четвертая и так далее, не больше, чем единицы. Все. Вся сумма оценивается сверху числом 9 четвертых. На самом деле, не важно, сколько это 1 четвертых, важно, что это ограниченная величина. И без времени, и от бесконечности, это стремится к нему. Значит, ент стремится к нему, ент стремится к нему, получается, что это от x в от x. Это стремится к нему.